Раньше где мы только не проводили встречи, но чаще всего мы приезжали к нашим потенциальным клиентам домой. Сейчас это не принято. Люди встречаются в офисах, в кафе, даже в аэропортах и на вокзалах. Казалось бы, это так удобно? Встретиться, поговорить на бегу, одновременно что-то жуе, запивая неизменным кофе. Выглядит очень современно, как сцена из какого-то крутого фильма. Но в реальности все обстоит иначе. Если вы встречаете в шумном месте, где много людей, на каждом шугу десятки отвлекающих факторов, то ваш собеседник, точно так же, как и вы, будет чувствовать себя некомфортно. В таких условиях сложно рассчитывать на доверительный диалог. Это же касается и телефонных переговоров. Если вы отвечаете на звонок, находясь в ресторане, в кафе, в магазине и так далее, то ваше внимание в это время рассеяно, и ваш собеседник это прекрасно понимает. Это неряшливо и непрофессионально. Не поддавайтесь этой видимой легкости. Встречи в кафе, общения по телефону, в мессенджерах, моментальные ответы на сообщения. Зачастую это не благо ловушков, которые попадают не только начинающиеся веки. Если вы говорите о важных вопросах, то и обстановка нужна соответствующая. Лучше всего встречаться лично, а не общаться по телефону или обмениваться сообщениями. Эффективнее личной встречи, пока ничего не придумано. Для встречи выбирайте подходящее место, которое будет вас поддерживать, а не мешать вам. Самый хороший вариант – это встреча на своей территории. Здесь вы хозяин, и вам не нужно привыкать к новой обстановке. Как известно, страх новой обстановки – это один из основных страхов, которые есть у людей. Именно поэтому многие люди любят ходить в одни и те же магазины, кафе, ездить на отдых в одни и те же отели. Новая незнакомая обстановка – это стресс для большинства людей. Зачем увеличивать свой стресс? У вас и так достаточно факторов, которые мешают и отвлекают. Поэтому старайтесь проводить встречи, особенно важные, у себя. Если это невозможно, и ваш собеседник хочет встретиться у него в офисе или у него дома, то приезжайте на встречу заранее. Это даст вам возможность спокойно осмотреться и освоиться. И к началу разговора вы будете чувствовать себя комфортно. Старайтесь не встречаться в кафе или в ресторанах. Там слишком много отвлекающих факторов. Музыка, видео, люди, официанты, да и сама еда отвлекают и не дают возможности сосредоточиться ни на минуту. В таких местах сложно и некомфортно общаться, тем более внимательно слушать и говорить о важных вещах. Если вам все же нужно встретиться в кафе или ресторане, то выбирайте то место, которое вы знаете. Если же вам нужно провести встречу в незнакомом для вас месте, сходите туда заранее. Во время встречи занимайте самый дальний столик, где тише играет музыка и ходит меньше людей вокруг. Занимайте место так, чтобы собеседник сидел спиной к экрану с видео, ко входу, короче ко всем отвлекающим факторам. И обязательно вначале поинтересуйтесь, будет ли что-то заказывать ваш гость. Если человек голоден, то все его мысли будут сосредоточены на еде, а не на вашем общении. Приходите на встречу сытым, но не объевшимся. Это поможет вам чувствовать себя комфортно во время разговора. То же самое касается и ситуации, когда вам нужно пообщаться по телефону. Конечно, не нужно, чтобы ваш собеседник слышал звон тарелок, громкие разговоры других людей или музыку на заднем плане. Поэтому старайтесь выбирать максимально тихое и комфортное место для разговора. Вы должны чувствовать себя свободно и непринужденно во время беседы. Возможно, вы удивитесь, но комфортная и поддерживающая обстановка нужна даже тогда, когда вы пишете сообщение. Все это связано с тем, что ваше внимание и все ваши способности должны быть направлены на общение, а не на внешние факторы. Только тогда вы сможете, не испытывая стресс, управлять ходом общения и получить позитивный результат от вашего диалога. Помните, в работе с людьми нет мелочей. Каждая деталь может стать решающей. От того, насколько вы хорошо подготовились, правильно настроились, зависит ваша эффективность. Конечно, вы не можете заранее предсказать результаты встречи, но можете сделать все зависящее от вас, чтобы она прошла максимально благоприятно для вас. Всегда помните об этом и используйте каждый раз свой шанс по максимуму. Продолжение следует...